В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Проблемная территория. Глава муниципалитета Дмитрий Аварёнов встретился с жителями микрорайона Южной Горки. У нас же, собственно, и долгострой был. Мы боролись за свои квартиры. Теперь боремся за инфраструктуру. Мы рядом ради перемен. Женский клуб «Вдохновение» из деревни Горки решил принять участие в премии губернатора. Мы активны. Наш девиз – пока мы активны, мы молоды. И снова победа. В рамках чемпионата России видновские мотоболисты одержали сокрушительную победу в матче с командой «Агрокомплекс» из Краснодарского края. Автобусное сообщение. Строительство объектов социальной инфраструктуры. Деятельность управляющих компанией. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Аварёнов с рабочей поездкой посетил микрорайон Южной Горки, который располагается в непосредственной близости с поселением Горки Ленинские. Здесь глава муниципалитета встретился с местными жителями, чтобы обсудить ряд проблем, с которыми им приходится сталкиваться. Побывала на встрече и наша съёмочная группа. Встречи с жителями поселения уже давно вошли в рабочий график главы округа Дмитрия Аварёнова. Традиционно его сопровождают заместители, руководители различных служб и подразделений муниципалитета, а также депутаты, советы депутатов. Встреча в таком формате позволяет дать ответ практически на любой вопрос, который волнует местных жителей. Тротуар бюджет делает нам в этом году, слава богу, потому что мы не в магазин никуда. Должны закончить, мы в свою очередь делаем на въезде сами такое что. Там вопрос обслуживания зимой этой дороги, пешеходной дорожки встаёт. Вопрос, чтобы забегая вперёд, как это будет решаться. Мосавтодор заключает контракт с подрядными организациями. То, что сегодня в округе происходит, меня не устраивает по областным дорогам. Поэтому через неделю, наверное, они меняют полностью подрядчиков. Они уже на нас выходили? Сейчас будет рабочее совещание первое с новым подрядчиком, который будет и в Домодедово, и в Ленинском городском округе работать. Проблем у жителей микрорайона хватает. Это электро- и водоснабжение, развитие дорожной и социальной инфраструктуры. Состройщик территории компания RDI заключила партнёрское соглашение с компанией Seven Sons Development. По словам Дмитрия Оборёнова, именно эта структура начнёт строительство детских садов и школ в ближайшее время. Сейчас на регистрации договор Seven Sons Development, МСК «Восток», который берёт в себя социальные обязательства. Соответственно, это садик на 120 мест. И дополнительно он строит 560 мест детский сад и школу на 1040 мест. Планируется, что все эти социальные объекты появятся уже к концу 2024 года. В целом, историю микрорайона Южной Горки благополучно не назовёшь. Уже на этапе возведения домов участники долевого строительства столкнулись с проблемами, решать которые неизменно помогало руководство муниципалитета. У нас же, собственно, и долгострой был. Мы бороли за свои квартиры, теперь боремся за инфраструктуру. Администрация играла большую роль даже для достройки наших домов, вот этих, которые были долгострой. Приезжали из администрации, из Межилполитики, помогали они. То есть мы, благодаря, может быть, администрации, её помощи достроили хотя бы вот эти 15 домов. Местные жители, участники мероприятия отмечают, что с администрацией округа у них уже давно налажен контакт, в том числе неформальный. А подобные встречи – это повод подвести итоги того, что сделано с одной стороны, а с другой – наметить планы на ближайшую перспективу. Безусловно, встреча носила конструктивный характер, потому что обсудили всю повестку, несмотря на то, что она была обширная. На уровне замглавы района по разным направлениям есть возможность по телефону общаться, есть какие-то острые вопросы, в том числе какие-то подтопления всегда помогают. Микрорайон Южной Горки является частью жилого комплекса «Южная долина», который состоит из многоквартирных домов малоэтажной застройки, таунхаусов и коттеджей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. На днях Госавтоинспекция России отметила своё 85-летие. Но даже в такой юбилей сотрудники продолжают нести свою службу. К примеру, провели очередной профилактический рейд, направленный на безопасность юных участников дорожного движения. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Во время школьных каникул всё больше детей и подростков на прогулках катаются на самокатах и велосипедах, в том числе выезжают на проезжую часть. С целью профилактики безопасности среди молодёжи сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели специальный рейд. Для того, чтобы нашим ребятам напомнить средства безопасности при управлении веломототранспортом, раздавали им сегодня листовочки, где в доходчивой форме ребёнку объяснены правила безопасного поведения на велосипедах, самокатах. Использование средств защиты на данном транспорте – это, опять же, шлемы, налокотники, наколенники. Скейт-парк около кинотеатра «Искра» стал местом притяжения юных скутеристов и велосипедистов. Именно здесь ребятам напомнили правила безопасного катания. Вот такие вот сейчас памятки вручим. Держи, чтобы вы, ребят, ещё раз вспомнили правила поведения, когда вы катаетесь на веломототранспорте. Стоит отметить, что старшие ребята были экипированы согласно правилам. Именно они должны подавать пример младшим товарищам. В первую очередь я беспокоюсь о себе, потому что были случаи уже, когда люди падали, голову пробивали, потом всё лицо зашивали. Так что лучше кататься в защите. Однажды, когда я катался, вот там вот катался, я просто не заметил какого-то мальчика, я резко остановился, упал на переднее колесо и сломался без зуб. Тем юным любителям экстремального спорта, кто относится к вопросам безопасности легкомысленно, стоит знать, что ответственность за их жизнь и здоровье пока ещё несут родители. При несчастном случае им придётся заплатить административный штраф. Хотелось бы напомнить родителям про ответственность, предусмотренную частью 1 статьёй 5.35 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях за неисполнение своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, что выражается в отсутствии у детишек средства защиты при катании на велотранспорте. Чтобы добраться до скейт-парка, многим подросткам необходимо пересечь проезжую часть. А делать это тоже нужно по правилам. Только за два последних месяца в округе произошло сразу несколько ДТП с участием детей. Три дорожных транспортных происшествия настолько в городе видны, было зафиксировано. С участием и детей 7 лет, и младше 4 лет. Наши, опять же, ребята-пешеходы нарушали право дорожного движения и попали у нас на пешеходном переходе под колёса. Ну, единственное, как бы радует, что всё это закончилось не так страшно для четырёх детишек. Это просто разовое обращение за медицинской помощью. Впереди ещё большая часть лета. Госавтоинспекция просит родителей внимательнее следить за своими детьми. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Продолжается приём заявок на премию губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен». Принять участие в конкурсе решили в женском клубе «Вдохновение» деревни Горки. С ними встретилась наш корреспондент Александра Столярова. «Активно жить не запретишь» – эта фраза точно описывает участниц клуба «Вдохновение». Талантливые и любознательные, с задором в глазах, они всегда готовы провести досуг с пользой. Клуб открыл свои двери для жительниц деревень Горки и Белеутова ещё в январе 2020 года. С тех пор его члены участвуют в выставках и мастер-классах, рисуют, вяжут и вышивают, путешествуют и устраивают субботники. Участвуем во всех мероприятиях, посвящённых Дню Победы, возложению цветов, отчествованию ветеранов. Ну и так вообще, что можно, мы везде участвуем, мы активны. Наш девиз – пока мы активны, мы молоды. В этом году члены клуба решили принять участие в премии губернатора «Мы рядом ради перемен» – показать свою жизнь и свои таланты. Ольга Королёва начала рисовать, выйдя на пенсию. Сначала она занималась с внучкой, а затем по урокам из интернета училась сама. Для Ольги конкурс – не попытка получить большой приз, а способ показать, что на пенсии жизнь только начинается. Жизнь продолжается, она не то, что продолжается, она насыщена настолько, просто не нужно бежать, вставать к часам на работу, как-то быть кому-то обязанным, а жить настоящим пенсионером своей жизнью, оптимизмом. Столько возможностей, столько красивого – просто один позитив. Сегодня в клубе около 15 постоянных членов. Женщины замечают, летом их становится больше, ведь деревня наполняется дачниками. С удовольствием они вливаются в активную деятельность, посещают собрания клуба и делятся опытом. Как-то у нас всё настолько сложилось, всё очень хорошо, так что даже одним таким словом не скажешь. Все с удовольствием приходят. И, конечно, сейчас лето, да, всё-таки это деревня, огороды, там дети, внуки. И бросаем, идём. Показать, что жизнь прекрасна и интересна в любом возрасте – главная цель этого проекта. Проголосовать за него можно на официальном сайте премии до 25 июля. Александра Стеллерова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Несмотря на пандемию, экскурсии в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» продолжаются. На этот раз подопечные Центра социального обслуживания «Вера» посетили Георгиевский храм. Мария Борисовна Ильина старается не пропускать экскурсии активного долголетия. На теплоходе удалось поплавать и много храмов посетить, и на выставки попасть. Вот и сегодня решила не оставаться в стороне и побывать в главном храме города Видное. А что ждете от сегодняшней экскурсии? От сегодняшнего храма пойдём. Вы были, наверное, почему решили всё-таки ещё сходить? Ну, во-первых, и храм хорошо посетить, и вместе, долголетие наше. Георгиевскому храму участники программы «Активное долголетие» отправились пешком. И прогулку на свежем воздухе, и кардионагрузка, и пообщаться можно. В общем, сплошная польза для здоровья. В храме активных пенсионеров уже ждал клирик Владимир Маркер. Он рассказал, как строился и украшался храм. 11 икон для нижнего храма выполнили дети инвалида Национальной инвоакадемии искусств Краснодарского университета искусства и культуры. Из-за расположения храма в парковой зоне отдельных хозяйственных построек решили не делать. Все необходимые подсобные помещения расположились в телобате собора. Кстати, возвели Георгиевский храм в рекордные сроки. Всего за год и три месяца на месте котлована появилось величественное сооружение. Именно этот факт больше всего поразил участников программы «Активное долголетие». Любая экскурсия очень интересна, особенно когда рассказывает специалист, который владеет информацией о храме, о том, как строилось, какие иконы, все. Это всегда очень интересно. Люди очень довольны. Надеюсь, что и до конца года у нас экскурсии эти продлятся. С начала года в рамках проекта «Активное долголетие» Центр социального обслуживания «Вера» организовал 15 экскурсий. И останавливаться не собирается. В ближайшее время участники проекта отправятся в русский район, чтобы посетить скит «Всецарица» Даниловского монастыря. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В минувшие выходные в рамках чемпионата России мотобольный клуб «Металлург» встретился с командой «Агрокомплекс» из Краснодарского края. С самого начала стало ясно – игра будет напряженной. Противник у видновчан был серьезный. Но это не помешало «Металлургу» обыграть «Агрокомплекс» с большим отрывом. Подробности матча у Юлии Погасьян. Уже в первом периоде «Металлургу» удалось взять ситуацию в свои руки. К перерыву счет на табло был 4-0 в пользу видновчан. И это сильно разодорило противника. На поле ощущалось напряжение, граничащее с агрессией. Результат – стычка между игроками «Металлургой» и гостями из Краснодарского края. И красная карточка Антону Гусеву. «Металлург» сегодня выступает просто на пятерочку. Ребята молодцы. Единственное, жалко, что второй номер Гусеву удалили. Так бы, я думаю, игра была бы намного интенсивнее и намного интереснее. Для «Металлурга» это шестая игра в рамках чемпионата России по мотоболу. Противник в этот раз попался серьезный. Последние пять лет команда «Агрокомплекс» уверенно держит позицию бронзовых призеров самого главного чемпионата для отечественных команд. Однако уже к середине матча видновчане серьезно оторвались от гостей. «Команте у нас еще будет 50 лет и она борется все время. За первое место всегда борется. И дальше второе место мы не откатывались. Поэтому, естественно, настрой постоянно. Как нам Гаевский в 3075 году дал направление бороться только за первое место. Так мы с тех пор и боремся». И в этот раз «Металлург» не подвел. Результат игры – 8-0 в пользу видновчан. «Если бы на вот эйфории ночи победы люди привычки?» «Нет, не то чтобы привычки. В любом случае есть радость. Победа есть победа. Нам проигрывать нельзя». Несмотря на коронавирусные ограничения, Роспотребнадзор допустил на стадион зрителей, что, безусловно, стало для игроков огромной поддержкой. Следующий матч состоится 22 июля также на стадионе «Металлург». Видновскому клубу предстоит встретиться с «Колосом» из Ипатова. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова